МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на нашем канале. В студии Лада Аристархова. Коротко о некоторых темах выпуска. Для него важно, чтобы каждая деталь была на своём месте, она была настоящей. Трудно быть богом. Выставка посвящения Алексею Герману в Петербурге. Мы привозим в Москву те картины, которые были написаны в Италии. Пушкинский музей готовится к выставке от Тьеппула до Каналетты и Гвардии. Эксперименты с этномузыкой или фольклор в современной обработке. Сегодня исполнилось 80 лет до дня рождения Алексея Германа. На Ленфильме, где выдающийся режиссёр снял все свои картины, прошёл вечер памяти. На главную киностудию Петербурга приехали родные ученики и друзья мастера. Вспоминали, как он работал вместе с супругой Светланой Кармелитой в этих стенах. Говорили, что Алексей Герман не любил находиться в своём кабинете на Ленфильме. Часто гулял по коридорам или сидел в каком-нибудь уголке киностудии. Ученики Алексея Германа делились впечатлениями от его экспериментальной мастерской. Он набрал нашу мастерскую в 1991 году, когда уже задумывал фильм «Хрусталёк машина». Собственно, наше обучение, кроме каких-то дисциплин, мы там полтора года поучились, сделали курсовые работы. А дальше мы всерьёз поехали работать. Мы были режиссёры-стажёры на этом проекте «Хрусталёк машина». Просто Герману, как он однажды признался, важно было с кем-то, знаете, там, как бы аукаться через степь, да, как Вознесенский писал. То есть ему важны были наши горящие глаза. Последняя картина, например, «Трудно быть богом», это та картина, которая позволила студии за то безвремя, 10 лет студия вообще ничего не снимала, не работала, но поддерживалась какая-то, хотя бы теплилась жизнь, только благодаря тому, что Алексей Юрьевич снимал картину «Трудно быть богом». Это одна картина, которая находилась в производстве вот эти 10 лет как раз. То есть ничего другого не было. Именно этому фильму с очень нелёгкой судьбой посвящена выставка, которая открылась в Петербурге. Ирина Разумовская продолжит. Когда Алексей Герман написал первый вариант сценария к фильму «Трудно быть богом» в 68-м году, в этом здании, где сейчас Музей современного искусства Эр-Арта, располагался крупный научно-исследовательский институт. Тогда на киностудии заявку Германа отклонили. Спустя 30 лет режиссёр всё-таки вернулся к работе над фильмом, которая растянулась ещё на 14 лет. На этой выставке, посвящённой фильму всей его жизни, приторный запах старой кожи меха верёвок. Здесь можно не только ощутить масштаб кинопроизводства Германа, но и почувствовать атмосферу его картины и съёмок. Когда замки в Чехии он велел наполнить мухами грязью навозом. Сын режиссёра Алексей Герман-младший доделывал кино после смерти отца. Для него важно, чтобы каждая деталь была на своём месте, она была настоящей. Для него было важно, чтобы была правда, чувства, эмоции, глаз. Он маниакально проверял, они с мамой маниакально проверяли каждый элемент. То есть не было, что, а, вот это не готово, будем снимать. Нет. Художница по костюмам Екатерина Шапкаец говорит, Алексей Герман научил её относиться к одеванию героев, как к сочинению судеб. Ни одна деталь, будь то сапог, игрушка, оружие, не создавалась для красоты. Прежде чем построить с нуля фантастический мир Арканара, девять месяцев изучали документы, гравюры, картины позднего Средневековья, чтобы только оттолкнуться от него. Ну вот эта рука, например, это тоже нововведение, это боевой монах. По заданию Германа это никак не должно было быть копией, но это должно носить запах, чтобы мы сразу посмотрели и узнали Западную Европу. А мы вот как раз такие руки видели в Чехии, где шли съёмки, где-то мы видели архитектурную деталь. Ну вот это пример того, как костюм развивался во время съёмок. На этих эскизах каждой вещи в фильме – комментарии Германа, указания художникам, одобрения. Видно, сколько замыслов осталось за кадром. Например, у нас в экспозиции представлен кукольный театр «Раёк». И в витринах мы представили эскизы этого кукольного театра, расписанные до невероятных мельчайших подробностей. У одного из персонажей должна была быть какая-то сзади помпа, груша при нажатии, на которую эта куколка должна была бы издавать срамной звук. Эпизод с куклами в фильм не вошёл. В каждой заметке режиссёра здесь хладнокровие, дотошность и чёрный юмор. Про сцены пыток, расположение туш их внутренностей. Всё то, что потом шокировало зрителя, от которого Алексей Герман ждал не меньше мужества и выдержки, чем от себя самого. Ирина Разумовская, Дмитрий Яковлев, Валентин Семёнов. Новости культуры. Санкт-Петербург. Сразу после нашего выпуска смотрите фильм Алексея Германа «Трудно быть богом». Сегодня в посольстве Италии в Москве представили картину венецианского художника 18 века Джандоменика Тьепола. Эней, Анхис и Асканий. Этот показ предваряет выставку «От Тьепола до каналетта и гвардии», которая откроется в Пушкинском музее в понедельник. Ольга Янина подробнее. Эней в руке сжимает статую богов. На спине несёт отца Анхиза. Рядом с ними юный Асканий. Эта картина — фрагмент большого полотна, греки, осаждающий Трою. Джандомей и Катьепола долгое время был в тени своего отца Джованни Батиста. Считался его интерпретатором. Он действительно подражал отцу, но стал искать собственный изобразительный язык. Этот фрагмент был написан чрезвычайно быстро. Здесь видно начало неоклассицизма и даже импрессионизма. Он показывает, какое сильное влияние оказала Венеция на искусство последующих эпох. Демонстрировать одну из жемчужин будущей экспозиции в особняке Берга, где располагается посольство Италии в России, уже давняя традиция. В разные годы здесь представляли автопортрет Рафаэля, Соломею с головой Иоанна Крестителя Тициана, мальчика, укушенного ящерицей Караваджо. Теперь Энен, Хис и Аскани, Джан Доминика Тепала. Мы привозим в Москву те картины, которые были написаны в Италии. Как вы знаете, отношения между нашими странами отличаются особой сердечностью. Но в сложные моменты, как нынешний, нужно строить как можно больше мостов. Поэтому мы очень рады, что эта выставка смогла состояться. В Пушкинском музее представят шедевры венецианской школы 18 века. Были художники замечательные в других городах, в других центрах Италии, но Венеция дала нечто новое. Вот это вот триумф живописи, триумф цвета. Это доведённое до абсолютного совершенства маистея, владения. Вот как Вивальди, виртуоз в музыке, в импровизации и так далее. Также венецианцы были потрясающими мастерами и импровизаторами, что касается цвета, света, пространства, высотства кисти и, самое главное, фантазии. Это искусство оптимистичное, с мощным положительным зарядом, говорят у строителей выставки. Что касается полотна Эннеенхис и Аскани, главным его сделали ещё и потому, что, как отмечают организаторы, оно является предшественником эпохи революции, захлестнувших Европу. В понедельник картина уже будет висеть в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. В числе 57 экспонатов выставки от Тепола до Каналета и Гвардии. На ней впервые будут представлены вместе полотна из собраний Пушкинского, городских музеев Веченцы и музея Интеза Сан-Паулу. Ольга Енина, Сергей Харламов, Новости культуры. Ушёл из жизни японский сценарист, режиссёр, продюсер Синобу Хасимото. Ему было 100 лет. Хасимото – автор сценариев к нескольким фильмам Акиры Курасавы. Среди них лента «Расёмон», получившая «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале 51-го года. Впоследствии по сценариям Хасимото Курасава снял ещё несколько фильмов «Жить. Семь самураев. Трон в крови». В 2006-м Синобу Хасимото выпустил мемуары, в которых рассказывал о совместной работе с режиссёром. В Москве открылся международный фестиваль «Вдохновение». Каждый год он посвящается какому-то одному виду искусства. На этот раз выбран театр. Валерия Кудрявцева продолжит. Нигде больше и ни в какое другое время не мог бы состояться этот фестиваль, уверены его организаторы. Комплекс «ВдНХ» – место, которое действительно подходит для летнего театрального смотра на открытом воздухе. Его здания – огромные пространства, уже готовые декорации. В них сценограф Ксения Перетрухина разместила несколько тематических арт-инсталляций. Например, вот этот планшет с сотней стульев. Называется «Горизонтальный театр». Можно просто комфортно посидеть в Большом парке, а можно и подыграть. Для меня большая честь, что она стоит на ВДНХ. Наверное, это самое интересное место, где такое можно было сделать. И огромное спасибо, что удалось сделать такие масштабные объекты. Театрального фестиваля, тем более уличного, во второй половине лета в Москве пока не было. Нынешний шар пробный. И хотя любой смотр под открытым небом всегда риск, кто знает, какая будет погода, организаторы к нему готовы. Вот и пресс-брифинг с центральной аллеи перенесли в павильон из-за дождя. Мне кажется, как раз очень важно, чтобы здесь не показывались никогда те спектакли, которые и так можно в другое время увидеть в Москве. Есть интеллектуальный уличный театр, это «Ватерлиц», это «Дженерик Вапер». Французский очень знаменитый уличный театр никогда не был в России. На этом фестивале не встретишь известных артистов и классических пьес. Большинство работ – эксперименты. Театр, осваивающий новую, быстроменяющуюся реальность. Таков иммерсивный спектакль «Ситуэйшн Румс» от компании «Римени Протокол», известной немецко-швейцарской команды. В его основе – социальные исследования о войне и торговле оружием. 20 историй людей из разных стран. Мы создали конструкцию, где вы не можете увернуться от неприятной точки зрения. Вы внутри неё. Что переживает каждый, узнаете от первого лица, проходя через лабиринт тех самых комнат «Ситуэйшн Румс». Впереди две недели вдохновения, которые наверняка заставят по-новому взглянуть не только на современный театр, но и на ВДНХ как театральную площадку. Паверия Кудрявцева, Владимир Полунин. Новости культуры. У нас в студии актриса, художественный руководитель фестиваля «Вдохновение» Ингеборга Дабкунайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы представляете в основном театр нестандартный, нетрадиционный, на стыке перформанса, импровизации, балета, цирка и так далее. Все ли постановки вы видели до фестиваля? Как вообще отбирали? Например, «Космическая Одиссея» – это на открытии театра «Пластисиен Волан» французского. Это огромные такие фигуры, которые существуют, они под 20 метров, наверное, диаметром, которые существуют внутри толпы, если можно так назвать. И они общаются с, и люди общаются с ними. Или гигантская фигура, которая собирается из контейнеров. Это Женерик Ватер, Ватерлиц называется. Это будет на главной аллее, огромная-огромная фигура. И тоже она будет взаимодействовать с зрителем. Но параллельно будут спектакли и, скажем, очень небольшого формата, на камерной сцене мы так называем. Но это ДК, это культовое здание, которое отреставрировано. И это клуб, это клубный театр. Это будут под названием имена и, скажем, все оттенки черного с Владимиром Ереминым спектакль в главной роли. Потом наше все – Иосиф Бродский на «Дара Думбадзе». И юбилейный, конечно же, кабаре Людмилы Петрушевской. Это тоже не так много зрителей, но... Камерный жанр. А еще, я знаю, будет спецпрограмма, посвященная кино. Вот здесь интересно. Да, это как бы кино, которое связано с театром. И тоже у нас были другие отборщики, потому что это уже кинопрограмма. И там встретитесь с такими именами, как Анатолий Васильев и, скажем, театр войны, Лол и Ариас и кастинг Николаса Вахербаха. Так что, как бы, мы надеемся, что вот этот спектр разного всего, он привлечет зрителей от больших пространств до интимных. А как вы думаете, какой зритель в основном пойдет на фестиваль вдохновения? Ну, примерно. Возраст примерно, какие-то предпочтения в искусстве? Я думаю, что самые разные. Во-первых, конечно, на площади, я надеюсь, придут самые разные люди, которые, может, даже и мимо шли. И, может быть, те, которые шли мимо, заинтересуются потом тем, что происходит где-то в другом пространстве. Вам самой, я знаю, приходилось участвовать в театре, который мы бы назвали нетрадиционным. Есть какие-то еще планы актерские, связанные вот с таким направлением в театре? Вообще вам нравятся такие проявления театральные? Когда я училась в театральном вузе, то там были уроки, лекции «История театра». И она начала с того, что театр начался с того, что человек стоял на улице, может, иногда на тряпочке или на коврике, и рассказывал историю. И чем-то привлекал слушателей или зрителей. И как только появился зритель и исполнитель, это уже закваска театра. Поэтому традиционный и нетрадиционный трудно грань эту провести. Что такое традиционный, что такое классический. Можно говорить, что коробка, то, что называется итальянская коробка, вот эти, сколько там стен? Раз, два, три, четыре, пять. Что это традиционный театр? Но когда-то он был нетрадиционный. Когда-то греческий театр был традиционный, а это большущий амфитеатр под открытым небом. Так что, кто знает. Ну что ж, сегодня фестиваль только начинается. Впереди еще много нетрадиционных, интересных событий. Я думаю, что вы увидите на фестивале, на ВДНХ, самую разную публику. Большое спасибо, что пришли. Это вам спасибо. Концерт посвящения Андрею Дементьеву в Твери, горький фест в Нижнем Новгороде и единая музейная онлайн-коллекция в Москве. Подробности в нашем видеообзоре. В Твери отмечают пятилетие единственного в России дома поэзии. Он был создан уроженцем этого города, Андреем Дементьевым. В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения поэта. На главной площади Твери прошел концерт посвящения под названием «И все-таки жизнь прекрасна». Со сцены прозвучали известные всем строки. «Я тебя рисую», «Лебединая верность», «Каскадеры», «Яблоки на снегу», песни на стихе Андрея Дементьева, любимые всеми. В Нижнем Новгороде открылся второй фестиваль современного российского кино «Горький фест». В этом году в основном конкурсе 26 картин, среди которых «Война Анны» Алексея Федорченко, «Календарь» Игоря Поплоухина, «Подбросы» Ивана Твердовского. Председателем жюри этого года стал режиссер Николай Досталь. На церемонии открытия фестиваля вручили первые призы киносмотра. Награды за вклад в российский кинематограф удостоен Владимир Хатиненко. Режиссер на фестивале не впервые. Мы здесь второй раз уже. Дай бог здоровья фестивалю. Правда? Очень красивый город, очень уютный. Вон, люди есть, интересующиеся фестивалем. Что может быть лучше? Десятки тысяч оцифрованных экспонатов из собраний почти 50 московских музеев скоро появятся в единой онлайн-коллекции. Это и картины, и книги, фотографии, личные вещи писателей и художников. Пока же на портале union.catalog.mos можно увидеть предметы из семи музеев, в том числе Дома русского зарубежья, Музей панорамы «Бородинская битва», Музей усадьбы Останкино. В Москве выступил Валерий Толстов, музыкант, композитор, выпускник Высшей школы искусств в Цюрихе. Он номинант новой премии «Стереотипы будущего», который будет вручаться за достижения в области экспериментальной этнической музыки и танца. В джаз-клубе Алексея Козлова на этот раз джаз сменила этника. Мультиинструменталист Валерий Толстов презентует свой новый проект. Музыкант соединил русский фольклор с гремучей смесью роком, попом и электроникой. В результате получился эксперимент под названием «Космонавты». Фольклор популярен, потому что в самой фольклорной музыке есть какая-то определенная энергия, сила, которая очень сильно воздействует на людей. И поэтому музыканты, которые употребляют фольклор, они тем самым уже заряжены. За исполнение фольклорных песен в новой группе отвечает Ирина Пыжьянова. Родом из Перми она хорошо знакома с народной музыкой этого края, а также со старинными напевами Белгородской, Архангельской, Тверской областей. Кстати, и название группы «Космонавты» неожиданно тоже дань традициям. После полета Гагарина в космос в одной из русских деревень родилась песня, подарившая название группе. Ой, как наши космонавты все молоденькие, все молоденькие, расхорошенькие. Это традиционная песня в традиционном звучании. Проект «Космонавты» открывает Россию русским. Эксперименты с этнической культурой страны набирают обороты. Очень много талантливых ребят занимается этнической историей, но очень мало тех, кто использует именно российскую корневую этнику и переосмысливает ее, и как-то ее подает по-другому. Все в основном используют иностранный фолк, то есть индийскую музыку, африканскую музыку. Ведь у нас в стране 193 национальности. Это уникальный контент, огромный потенциал. Анна Щербакова, Татьяна Александрова, Новости культуры. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова